Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно. И сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш Новости. Мы начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 1,98 рубля, евро 2,45 рубля и 3,51 рубля за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают Белинвестбанк, Францебанк и Технобанк. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в Идеябанке, Белинвестбанке и Абсолютбанке. Курс продажи доллара составляет 1,98 рубля, евро 2,46 рубля и 3,52 рубля за 100 российских рублей. Беларусьбанк информирует клиентов о новом сервисе в банкоматах банка. С 1 февраля держатели банковских платежных карточек могут самостоятельно выбирать номинал купюр запрашиваемой суммы. Клиенту может быть предложено до трех вариантов компоновки необходимой суммы в зависимости от фактического наличия имеющихся в банкомате номиналов на момент выдачи. Такая операция создана с расчетом, что кому-то необходимо снять определенную сумму крупными купюрами, а кому-то требуется только небольшая сумма на мелкие расходы. В пресс-службе подчеркнули, что Беларусьбанк продолжает развивать сервисы для удовлетворения интересов различных категорий клиентов, в том числе расширяя сеть банкоматов со специальным интерфейсом и речевым сопровождением для слабовидящих людей. Именно такой банкомат недавно был установлен в Гомеле. В феврале в Гомеле на площади Восстания будет организована работа универсальных ярмарок в выходные дни. Гомельчанам представят широкий ассортимент потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов. Режим работы ярмарок с 9 до 15 часов. В личное пространство вход воспрещен. Это не избитая фраза слишком замкнутого человека, а фильм белорусского режиссера Александра Бутер. Кинолента уже вышла в прокат. Это история о том, как взрослый человек из-за своих детских комплексов боится открыться жизни. И как только он решается и делает один простой шаг за пределы своего личного пространства, в его жизни происходит множество позитивных изменений. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но эта картина поведает как раз об обратном. Фильм можно будет посмотреть до 14 февраля в 23 кинотеатрах Гомельской области. Напоминаем, величайшие святыни, частица Ризы Господней в кресте Мощевике и Ковчег с частицей мощей Святой Блаженной Матроны Московской прибыли в Гомельскую область. В Гомеле святыни будут доступны для поклонения в храме Преображения Господня по адресу улица Каменщикова, 9, по 4 февраля. В Светлогорске с 4 по 11 февраля в храме святого Кирилла Туровского и с 11 по 18 февраля в храме Преображения Господня. Затем святыни отправятся в Жлобин, где поклониться им можно будет с 18 по 25 февраля в храме святого Василия Великого. А в Речице с 25 февраля по 10 марта в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Последним городом в области, который примет святыни, станет Рогачев. Туда они прибудут 10 марта и будут доступны для поклонения по 18 марта в храме святого благоверного князя Александра Невского. Длительное употребление подсолнечного масла и рыбьего жира приводит к воспалительным процессам в печени. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам проведенных экспериментов. Оказалось, что оливковое масло куда полезнее подсолнечного, так как второй продукт и рыбий жир могут вызывать фиброз. Эксперимент проводился на лабораторных крысах. Так рыбий жир у них еще и ускорял окислительные процессы, которые должны начинаться только в пожилом возрасте. Поэтому теперь специалисты заговорили не только о пользе рыбьего жира и подсолнечного масла, но и о вреде. Но все равно не стоит забывать, что рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами, витамином D и предотвращает сердечно-сосудистое заболевание. Глобальное потепление влияет на размер жуков. К таким выводам пришли ученые из Канады. Лабораторные исследования указывают, что при повышении температуры тела как минимум 22 видов жуков уменьшаются. В частности, представители семейства жужелиц, такие как скакуны, становятся легче на 1% за каждый градус повышения температуры выращивания. Биологи подробно изучили 6500 жуков, принадлежащих 8 видам. Они фотографировали их и измеряли размер надкрыльев, которые связаны с полным размером тела. Также исследователи изучили климатические данные о температуре, осадках и других погодных параметрах в местах отлова жуков, а также то, как эти показатели изменялись со временем. Оказалось, что 5 из 8 изученных видов уменьшились за 20 век. Маленькие жуки, напротив, не уменьшались или даже слегка подрастали. Изменения большинства видов могут показаться несущественными, но биологи предупреждают, что это может иметь значительные последствия для экосистем, например, в плане переноса пыльцы и даже пищевых цепей. Известная социальная сеть Instagram продолжает развиваться и расширяться. Она начиналась как простой блок для фотографий, но теперь разрослась в своем функционале настолько, что стала чуть ли не основной социальной сетью. Instagram с завидной частотой выпускает все новое и новое обновление. Например, недавно в функционал была добавлена возможность использовать гиф-стикеры при создании своей сториз. В ближайшем будущем Instagram может приобрести некоторые важные черты мессенджеров, такие как видеозвонок, сообщает Белта. Пока в режиме лайв можно пообщаться с кем-то только в прямом эфире, но скоро пользователи смогут созваниваться со своими друзьями по видеосвязи. Когда данная функция станет доступной всем пользователям, пока неизвестно. Крысы регулярно преподносят человеку всяческие сюрпризы, зачастую с негативной окраской, но только не в этот раз. Пользователей интернета удивило одно необычное видео, где грызун умывается в душевой. Казалось бы, таких историй полным-полно, только вот самое интересное это то, каким образом зверек умывался. Невероятно, но его движения были похожи на человеческие. Мало того, грызун не забыл использовать мыло и как следует его вспенить. Эксперты подтверждают необычность запечатленного на камеру. Впрочем, некоторые полагают, что именно мыльная пена вызвала дискомфорт у зверька, поэтому он спешил избавиться от нее не совсем привычными движениями. По мнению ученых, роботы заменят каждого пятого сотрудника в Великобритании уже к 2030 году. Больше всего от подобных изменений на рынке труда пострадают жители севера Англии. Прежде всего, автоматизация угрожает людям, которые работают с клиентами и заказчиками, а также складским, рабочим и сотрудникам магазинов. При этом в исследовании отмечается, что в результате роботизации и автоматизации трудовых процессов возникнут совершенно новые профессии, о которых люди пока не догадываются. А не менее 10% профессий, которые уже существуют, станут еще более востребованы. По мнению авторов доклада, правительство должно коренным образом реформировать систему образования, чтобы у людей были необходимые навыки и способность перестраиваться согласно требованиям рынка. Тем временем роботы пока учатся делать бэкфлипы. И стоит отметить, у некоторых уже кое-что получается. Изделие Boston Dynamics уже давно покорило пользователей сети своей неустойчивостью и странными маневрами. Однако недавно в интернет попало видео, где робот Atlas решил реабилитироваться за прошлые промахи. Теперь ему удается успешно совершать прыжки, а также делать бэкфлип. Пользователи даже не поверили в высокий уровень координации робота, помня нелепое падение прошлых образцов. Но, похоже, в компании учли неудачи и в этот раз все сделали отменно. И к новостям компаний. Торговая сеть Евроопт продолжает исполнять желания своих покупателей. Каждый понедельник новый тур игры «Удача в придачу» дарит белорусам не только ценные призы, но и незабываемое впечатление. Подробности результатов 53-го розыгрыша игры в следующем материале. Это были Фрэш-новости. Для вас их готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит, добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова